Всем огромный привет! Вы на канале в гостях Уаннушки. Сегодня я готовлю пирог из очень вкусного песочного теста и в качестве начинки я возьму сливочный сыр и варенье. Это сочетание очень вкусное, я всем советую попробовать. Для теста я беру 400 грамм муки. У кого нет весов, 400 грамм муки это 20 вот таких вот столовых ложек. Теперь в муку я всыпаю разрыхлитель 8 грамм. 8 грамм это полторы чайные ложки. Также для аромата я добавляю пакетик ванилина. Если не любите ванилин, его можно не добавлять. Хорошо все перемешаю и полученную смесь обязательно нужно просеять. Теперь беру 200 грамм мороженого маргарина, обваливаю в муке и натираю на крупной терке. Вместо маргарина можно использовать сливочное масло и если не хотите натирать на терке, вы можете мелко все нарубить ножом. Теперь при помощи рук все нужно очень быстро перетереть в крошку. В крошке я делаю ямку и вливаю туда 2 яйца. Яйца я хорошо взбиваю и выливаю не все, оставляю буквально 2 столовые ложки для того, чтобы смазать пирог. Также в яйца вливаю 15 грамм холодного молока или полную столовую ложку, всыпаю 60 грамм сахара или 3 столовые ложки. Добавляю хорошую щепотку соли и вымешиваю тесто. В процессе вымешивания вам может показаться, что очень много муки, но наберитесь терпения, собирайте все в комочек и когда масло начнет таять от тепла ваших рук, вам удастся собрать тесто вот в такой вот красивый комок. На это уходит примерно 4 минуты и тесто готово. Теперь его нужно вернуть пленкой или убрать в пакет и оставить на столе при комнатной температуре примерно на 30 минут. Также не забудьте включить духовку на 180 градусов, потому что пирог нужно отправить в хорошо разогретую духовку. Тесто отдохнуло, теперь его нужно раскатать в красивый ровный круг и для того, чтобы оно не прилипало ни к столу, ни к скалке, можно немного подсыпать мукой. Тесто я раскатала толщиной примерно 5 миллиметров. Теперь при помощи скалки переношу тесто на бумагу, для выпечки. Еще раз пройдусь скалкой, проверю, чтобы везде была одинаковая толщина. Если где-то неровный край, тесто очень мягкое и вот так вот руками его очень легко поправить. У меня круг получился почти ровный, ну а для точности я воспользуюсь крышкой от сковородки. Диаметр моей крышки 34 сантиметра. В общем, круг теста у меня получился диаметром примерно 40 сантиметров. Теперь делаю надрезы для того, чтобы сделать бортик. подготовленную основу для пирога перетягиваю на противень. Теперь хорошо все смазываю взбитым яйцом и выкладываю начинку. У меня здесь 150 грамм сливочного сыра. Сливочный сыр можно сделать дома самостоятельно из замороженного кефира. Как его приготовить, я уже снимала об этом ролик, вот вверху подсказка, также ссылка будет в описании. Сверху на сливочный сыр выкладываем варенье 400 грамм. Варенье лучше всего использовать густое, в моем случае это брусничное варенье с яблоками. Жидкое варенье всегда можно загустить мукой, крахмалом или измерченными орехами. Пирог почти готов, теперь его осталось немного украсить. Остатки теста я раскатываю и нарезаю тоненькие полоски. Пирог отправляем варенье. Хорошо разогретую духовку до 180 градусов, режим вверх-вниз, выпекаю в середине духовки. Время выпекания занимает от 30 до 35 минут. Все зависит от вашей духовки. Как только все подрумянилось, пирог можно доставать. У меня на это уходит 35 минут. Пирог у меня остывает на решетке. После остывания переношу его на блюдо, убираю бумагу и можно подавать. Это тесто очень хорошо пропекается. Сверху оно хрустящее, внутри оно мягкое и рассыпчатое. Я думаю, что такое сочетание начинки понравится многим. Пробуйте, готовьте. И если вам понравился мой пирог, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Или просто оставьте какой-нибудь смайлик, мне будет очень приятно. Желаю всем приятного аппетита! Спасибо, что готовите вместе со мной. Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик. Впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!